Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Человек чувствует большое количество стыда, дикую извинность, обладает низкой, получается, самоцелькой, вот, и кажется сам себе неинтересным. При этом, автор говорит, что для других она привлекательная, красивая, недоступная и так далее. Значит, вы пишете о том, что у вас в прошлом были моменты, за которые вы стыдитесь сейчас. Вот. И в то же время у вас, значит, очень сильно идет обесценивание себя, и страх остаться одной, или страх быть отвергнутой. Плюс ко всему есть чувство, что вы не уверены в себя. И, на мой взгляд, ваша глобальная трудность заключается в том, что вы работаете на впечатление о себе. Стараетесь, ну, быть правильной, ну, вероятно, стараетесь быть, стараетесь быть правильной, вот. Ну, как бы, да, вот, как раз, люди, вот, хотите, хотите быть, быть, идеальной, но при этом очень, очень сильно, к сожалению, не услышите себя, вот. То есть вы, вот, попально, попально себя не слышите, вы попально себя не поверяете, вот. Вы попально себя игнорируете, и вы попально думаете о других людях. То есть, ну, вот, что подумают другие, что они вам скажут, что они про вас скажут, и так далее. Соответственно, это порождает ощущение несвободы, чифра такой добавленности. И как следствие, как результат, это приводит к некому такому, можно сказать, к компульсивному поведению, то есть, когда человек совершает какие-то действия ему несвойственные. Но это напоминает пружину, которая вот распрямилась после долгого сжатия. Так вот, так же примерно происходит у вас. И я сейчас скажу страшную вещь, но на мой взгляд, хорошо, что вы совершали те поступки, которые вы совершали. Если бы вы их не совершали, скорее всего, возможно, вы бы испытывали бы куда более серьезные проблемы, например, со здоровьем. Во-первых, свои ресурсы необходимо направить на чувствование того, что вам важно, что вам ценно, что вы хотели бы, что вам нужно, и так далее. Во-вторых, на реализацию, на собственную реализацию себя, потому что, как мне показалось из вашего текста, вы себя очень сильно ставите в зависимости от других людей. В-третьих, заменить оценку своих действий на то, что вы хотите. То есть, вот вы совершили какое-то действие, которое вы считаете последним. Это может быть правда, то есть действие на самом деле может быть не самым лицеприятным. Но, речь идет немножечко о другом, как вы понимаете. Речь идет о том, что вы хотели в этот момент, речь идет о том, что вам нужно было в этот момент, когда вы это совершали. Речь идет о том, что для вас было важно и какой приоритет вы для себя в этот момент ставили. Здесь самое главное, как мне кажется, увидеть для себя важность чего-то и добавить. Эту важность к тому, чтобы чувствовать себя. А полностью стыд не уйдет. Но полностью и не нужно, чтобы он уходил. Именно что полностью не нужно, чтобы уходил стыд. Ну, именно вот, конкретно, полностью. Ну, вот. Но важно добавить к нему еще то, что вы хотите. То есть, грубо говоря, вас. А сейчас этого, как вы понимаете, нет. Вот, ну, на данный момент, на данный момент этого нет. Вот. И, соответственно, на данный момент. Наши задачи выключаются в том, чтобы что-то было. Наши задачи выключаются в том, чтобы вы увидели в этом себя. Вот. Следующая важная деталь касается того, что то, что вы описываете очень похоже на подавляемые чувства. То есть, у вас довольно много подавленных чувств. Причем, это может быть как злость, это может быть как страх. А страх хотя вы про страх описываете немножко. То есть, вы боитесь, что вас увидят вот такой какая выезд и скажут, что вы это, это нехороший. Вот. Это важно прожить. Важно прожить и важно проживая видеть это эти феномены полностью. Вот. Полностью видеть. Сейчас видеть их только под одним углом. Дальше. Можно говорить о том, что у вас высокие требования к себе. Они очень большие. Они неадекватно большие. Вот. Можно говорить о том, что такие требования у вас к себе присутствуют. Соответственно, их нужно подвергнуть ревизию. То есть пересмотреть насколько они адекватны. насколько я могу им соответствовать. Насколько я хочу им соответствовать. И так далее. увидеть увидеть в пролонгированном ключе к чему вы идете. к чему вы направляетесь. стремитесь. Ну то есть вот чего вы сейчас хотите. К чему вы сейчас стремитесь. как как это выглядит для вас. как буквально как это видите. то к чему стремитесь. как какой в этом будете вы как какими в этом будут другие люди. Как вы будете к себе относиться. Как другие люди будут к нам относиться. Как вы будете себя чувствовать. Как другие люди будут себя чувствовать. То есть вот эти все вещи. Я не верен, что вы определяете отношения. А это очень важная штука. И очень важная история. Понимаете, да? Вот вот так вот потихонечку корректируя структурируя ваше восприятие себя. Корректируя и структурируя восприятие других. Обучаясь так скажем быть ну несколько более внимательны вот к тому, ну к тому, что вы проживаете, да? а к тому, что вам а хотелось бы и так далее. Я думаю, что вы а более чем а сможете корректировать то, как вы на данный момент себя ощущаете, то есть вот на каждый данный момент в своей жизни. Вот. И что с этим вы будете делать дальше? Такая вот история. конечно. Конечно. Обычно жаль, что я коверлив такую ситуацию. Если вы спрашиваете, что вам делать, именно что вам делать конкретно, что то я бы порекомендовал пойти на психотерапию, выручиться поддержкой психолога, который вам придется по душе, по душе. Вот. и двигаться уже с психологом, двигаться вы интересным путешествия по исследованию изучению. Спасибо. Спасибо вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь!